Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Начали встречаться с девушкой уже как месяц. Первые недели были лучшими общения и встречи, но ничего больше не выходило. Сейчас общение свелось на вопрос-ответ и всё. Ещё её бывший парень переехал к ней, так как у него проблема, а так как у неё однушка спят на одной кровати. Меня это сильно бесит, я вроде знаю, что ничего не будет, и парни её бывшего знают давно, но где-то внутри неспокойно, и доверие с каждым разом уменьшается. Что делать не понимаю, разговаривать не хочет, и я вроде всё понимаю, но своих чувств не могу найти покоя. Ну смотрите, во-первых, ваша реакция, она нормальная. Действительно, ситуация, в которой вы оказались, она неприятная, с какой стороны не посмотреть. И, в общем-то, вы имеете полное право на то, чтобы испытывать те чувства, в том числе чувства недоверия, в том числе некоторые другие чувства, которые у вас есть, ну, в частности, может быть ревность, хотя конкретно о ревности-то вы вроде бы не говорите, да, но, как бы, скорее всего, что-то-то, что-то такое, ну, есть, скорее всего. Да, вот, это нормально. И, как бы, тут в первую очередь, как мне кажется, желательно разобраться именно с вашими чувствами. То есть, вот то, что вы чувствуете к своей девушке. Что вы чувствуете. Потому что, по вашему описанию, непонятно, вы говорите, встречаете с девочкой месяц. Это очень мало. Очень мало то, сколько вы встречаетесь. То есть, месяц, это, ну, вообще, очень мало. И я бы сказал, что какие чувства у вас за месяц появились к девушке. Я бы сказал, что между вами общего, между вами и, как бы, девушкой. То есть, что вас, ну, что вас объединяет, что вас связывает. Это важно. Это важно, потому что, ну, вообще-то, вот, один из, как бы, таких, краеугольных камней, да, да, это вот, как раз, ну, вот, взаимоотношения между вами. То, что вас объединяет. Пока что, пока что, пока что, не очень понятно, что вас объединяет. Пока что не очень понятно, что вас связывает, ну, вот, ну, ну, между, ну, между собой, да? Вот. Вот. А ведь от этого, ни много, ни мало, зависит то, как вы выстраиваете отношения. Вот. В том числе и с ней, в том числе и с человеком. Сейчас пока нет такой, ну, нет информации такой, пока что. А очень бы хотелось, чтобы вы, ну, как бы, ответили себе на этот вопрос. Понимаете, да? Понимаете, да? Пока что вы сделать этого, судя по тому, что вы описываете, не можете. Ну, по большому счету, да, вы говорите о том, что у вас с девочкой, ну, в общем, в общем и целом. Ну, разговоры, беседы свелись на нет. Почему так, почему так, почему так получилось? Как так получилось? Я думаю, что, как-то вы, конечно, к этому, ну, приходится. Как-то вы пришли к тому, что, вот, ваше общение, оно сошло на нет. И меня интересует, меня интересует, меня на самом деле интересует, каким образом ваше общение сошло на нет. Потому что разобраться в этом имеет первостепенное значение. Нам необходимо в этом разобраться. Девушка не хочет с вами разговаривать. Она не хочет идти в этом, ну, в этом смысле, с вами на контакт. Это неприятно, что она не хочет идти с вами на контакт. Ну, вот, вне всякого сомнения, это неприятно по-другому быть не может. Но, почему? То есть, ну, наверняка у этого есть какие-то причины. И наша задача выяснить, что это за причины. Понимаете? Наша задача понять, как, как получилось так, что ваше общение свелось, вот, к, ну, к такому моменту. Вот. К такому аспекту. Как так вышло? Как так получилось? И дальше уже смотреть и разбираться. Вне всякого сомнения девушку изменить вы не можете. Но у меня сложилось впечатление, что как будто бы ваши отношения закончились, а вы как будто бы продолжаете, ну, не знаю, верить, что ли, в то, что они по-прежнему существуют. Как бы вы здесь себя не обманывали, как бы вы не обманывали себя в том, что происходит сначала. Я не хочу сгущать краски. Я ничего не имею в виду. Я просто говорю лишь о том, что смотреть нужно на, ну, на вещи. Реально. А реально ли вы смотрите на, смотрите на вещи? На мой взгляд, нет. На мой взгляд, не совсем. Понимаете? И как будто бы боитесь принять решение. Как будто бы боитесь признаться, что, ну, вот, что вот, ну, так. Может быть, в этом случае вам будет как-то, ну, как-то сложно, тяжело к себе относиться, я не знаю, конечно. Но давайте постараемся все же, все же разобраться. Давайте постараемся рассмотреть ситуацию максимально, ну, максимально подробно. И если вы в этой ситуации что-то и можете, ну, вот, на самом деле, то мне кажется, что вы можете в первую очередь сказать своей девочке, я помню, что вы чувствуете. Сказать своей девочке о том, что с вами происходит. Сказать своей девочке о том, как вы воспринимаете эту ситуацию. Вот. И тогда у вас будет шанс. Не на изменения и не на то, что она к вам вернется. На это, мне кажется, может повлиять, ну, это может повлиять, конечно. Но мне кажется, что не так. А по факту вы получите просто реальную картинку вещей. Вы получите реальное положение вещей. Понимаете, да? Сейчас у вас этого нет. Сейчас вы не видите картинку целиком. Сейчас вы, на мой взгляд, и себя не видите сейчас. Это очень, очень грустно. Очень грустно, что к себе вы относитесь вот так. Очень грустно, что вы, как бы, ну, позволяете, что ли, к себе так относиться. Хотя, вполне можете относиться к себе и по-другому. Как, ну, как мне кажется, гораздо лучше, честнее. Понимаете? Я думаю так. Если мои слова для вас не пустой звук, и если вы действительно хотите, ну, в себе разобраться, вам нужна помощь психолога. Вам нужна работа с специалистом для того, чтобы лучше понимать, как обстоят дела и в вашей жизни. Для того, чтобы понимать, что происходит в вашей жизни. Для того, чтобы видеть, что вам делать дальше в вашей жизни. Вот. А если вы просто, просто, ну, просто пришли за тем, чтобы, ну, чтобы вам сказали, как действовать, я боюсь, что вы ошиблись адресом. Потому что никто вам, как действовать не скажет. Только вам принимать решение в этой ситуации. И если решение это будет в вашей жизни, то и получите вы по итогу ровно то, что получите. Если вам по ряду причин, ну, не понравится или не устроит то, что вы можете, ну, получить, то, опять же, мы готовы вас поддержать. Мы готовы вам помочь. Но, как мне кажется, вначале вам нужно решить для себя момент. Готовы ли вы в этой ситуации поступать как взрослый человек? Ну, как бы, с формировавшимися ценностями? Или вы готовы поставить свою жизнь на лотерею, просто позволив, вот, как бы, ну, в ней быть тому, что вы хотите? Вы говорите, что знаете этого парня, её бывшего. Знание, конечно, штука хорошая. Но редко это знание может полностью, ну, вас, скажем так, успокоить. Ну, вы, в принципе, и сами уже это сейчас чувствуете. Что, ну, вот, не успокаиваю. У меня вообще такое ощущение, что вы как-то себя сдерживаете, как будто бы, ну, вот, с девушкой ведёте себя так, как будто, не знаю, боитесь её потерять. Хотя, сами же говорите при этом, что ваши отношения как будто бы уже закончились и всё, ну, в этом смысле свелось на нет. Довольно странно позиция здесь у вас. Вот, ну, такое впечатление, что не смогли вы определиться. Вот, такое ощущение, что не можете вы определиться. И такое ощущение, что что-то вам мешает определиться. Вот, может быть, надежда, может быть, какие-то ваши, ну, фантазии, то есть, ну, мысли о том, что, ну, о том, что вот, если я буду вести себя так, то она, там, ну, например, как-то отреагирует, ну, например, например. Но, ну, ну, практика показывает, по крайней мере моя, что если человек для себя что-то решил, то вряд ли это можно уже изменить. Вот, поэтому я вам, конечно, в этом смысле настоятельно бы рекомендовал полагаться на себя и увидеть, по крайней мере постараться увидеть, проблему в том, как я оказался в таких отношениях. И если меня это не устраивает, а вас это, по всей видимости, не устраивает, иначе бы вы не обратились к нам, вот, то что я готов сделать. Причем это все обязательно с учетом того факта, что девушка, скорее всего, не скажет вам, что происходит. Ну, просто потому, что если бы она хотела сказать, она бы уже, скорее всего, сказала бы. Раз она не говорит, значит, она не хочет. И это означает, что решение принимать только вам. Ну, и последнее, на что я, наверное, хотел бы обратить ваше внимание, вот вы говорите, что делать, не знаю, что делать, вот, что делать, чтобы что. Ну, то есть, вот вы не знаете, что делать, чтобы что делать, чтобы прояснить ситуацию, например. Чтобы девушка поступила как-то по отношению к вам. Ну, или поступила, или поступала. Вот. То есть, ну, давайте вот все-таки вот этот вопрос тоже постараемся рассмотреть. Потому что, ну, ну, важный же, важный же вопрос. Вот. То есть, что бы что. Вот. Вот такой ответ я хотел бы вам сейчас дать. На этом все, я буду, я буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу, это позволит вам сформулировать какие-то базовые постулаты для терапии, для психотерапии. Вот. Это позволит вам лучше молчать хотя бы себя понимать, вот. Настолько, насколько сейчас вы можете это, это, вот. Много от вас никто не требует, и в том числе я, вот. Просто задумайтесь, просто подумайте в тех направлениях, в которых, может быть, раньше вы не думали. Вот. Вот. Это было бы очень здорово для вас, полезно для вас, и дало бы вам новый некий такой уникальный опыт. Вот. Я желаю вам удачи, я желаю вам всего доброго, желаю вам успешно разобраться с этой ситуацией. А прощать! Продолжение следует...